В эфире новости в студии Нигер Рахманова об актуальных событиях расскажем в этом выпуске, но сначала к темам. Армения продолжает активно вооружаться, как сообщают иранские СМИ Ереван и Тегеран. Подписались секретные договоры о поставках оружия на сумму 500 миллионов долларов США. Согласно информации, официальные Тегеран обеспечат Ереван дронами Камикадзе. Отмечается, что упомянутое соглашение состоит из нескольких частей, которые были подписаны в течение последних месяцев. Сегодня началась поездка в Карабах большой делегации иностранных путешественников, состоящей из 35 человек. Группа возглавляет один из самых именитых путешественников, чье имя попало в топ-10 списка путешественников мира – Чарльз Вилли. В Вашингтоне проходят протесты против выступления в Конгрессе премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Пропалестинские активисты сорвали и сожгли американские флаги. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковал и выступление Нетаньяху, назвав его кушем в истории. Кстати говоря, Америка банкротится. Об этом заявил в своей соцсети Икс эпатажный миллиардер Иван Маск. Так он отреагировал на статистику о том, что выплаты процентов по госдолгу США в этом году составят 1 триллион 140 миллиардов долларов. Армения продолжает активно закупать вооружение. В 2024 году процесс милитаризации усилился. И то, что официальный Ереван закупает новые ПВО и системы подавления БПЛА, говорит о том, что Армения готовится к каким-то военным действиям. На что же рассчитывает Ереван и к чему готовятся реваншистские силы страны? Неприятный, но очевидный факт. Несмотря на все разговоры о мире, Армения продолжает активно вооружаться. Так, Ереван и Тегеран подписали секретное соглашение о поставках оружия на 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Иран Интернешнл. Согласно информации, Иран обеспечит Армению дронами камикадзе. Отмечается, что упомянутое соглашение состоит из нескольких частей, которые были подписаны в течение последних месяцев. Хотя Министерство обороны Армении и дало опровержение распространенной информации относительно соглашения, С Ираном слов из песни не выкинешь. Милитаризация соседней страны идет полным ходом. Эксперты задаются вопросом, насколько обосновано стремление Армении закупать вооружение и к чему готовится Ереван. Кроме Ирана, Индии, Франции регулярно вооружают Армению. Никол Пашнян, который говорит о мире, Никол Пашнян, который говорит о том, что Карабах – азербайджанская земля, де-факто делает все, чтобы новая война еще раз повторилась. Конституцию он не изменил, новую конституцию не принял, мирный договор не был заключен между двумя странами. И, кроме того, как известно, на прошлой неделе в Лондоне не состоялась трехсторонняя, а потом двусторонняя встреча между визорами Британии, Армении и Азербайджана и межвизором Армении и Азербайджана. Действие Армении в Южном Кавказе приводит к тому, что в Южном Кавказе на сегодняшний день идет конковое вооружение. И это опасный тренд для всей безопасности в Южном Кавказе. И Армения – это страна, которая не имеет больших экономических ресурсов, но, тем не менее, за последние два года очень большие деньги, инвестиции она внедрила именно в оборонную сферу, и где возникает очень много и серьезный вопрос о том, что вообще откуда в Армении столько денег. Дело в том, что Армения на сегодняшний день в списке стран, которые получают, покупают, делают закупки от Индии именно оружие и другие принадлежности оборонного сервиса. В втором месте идет Иран и так далее. И, конечно, и Франция. По мнению экспертов, Индию и Францию можно считать постоянными поставщиками военной техники Армении. Стоит отметить, что объем закупок оружия Ереваном в Индии достиг 600 миллионов долларов. Ранее Армения закупила индийские реактивные системы залпового огня «Пинака», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс», а также гаубицы и другие виды вооружений. О чем говорят эти факты? Армения готовится к новой войне, а все разговоры о мире с Азербайджаном нужны лишь для затягивания процесса и отвода глаз. Азербайджан с целью положить конец 30-летней армянской оккупации восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. И это является законным правом страны в соответствии с международным правом, утверждают эксперты. Любые усилия официального Баку, включая укрепление его военного потенциала, направлялись и направлены на достижение справедливой цели. Однако этого нельзя сказать об Армении, которая является государством-оккупантом. Кто бы не вооружал Армению, эти силы должны понимать, эти силы должны знать, что Азербайджан, их оружие привезет в Баку, как это сделало в 2020 году, когда некие оружия от неких стран были в Баку, показаны азербайджанцами и другим народом, при советском депмиссии. И, конечно же, оружие, которое в последнее время Армения покупает у всех единорсан, тоже будут показывать в Баку, когда время прийдет. Поэтому вот этот опасный тренд на сегодняшний день, это месседж для всех в регионе, что Армения готовится к чему-то. Дело в том, что вооружение, которое на сегодняшний день Армении споставляют в страну, она вооружение не для обороны, она вооружение именно для радикальных действий страны в отношении соседей и так далее. Поэтому это опасный тренд, она беспокоит всех в регионе, азербайджаном включая. Эксперты уверены, что любая военная компания Армении обречена на провал, на поражение. Даже если официальный Ереван в 10 раз увеличит объемы закупаемого оружия, это не поможет изменить военный баланс. По всей видимости, армянское руководство считает, что мир вступил в такую фазу своего развития, что многие государства должны будут вкладывать свои основные средства в покупку вооружений. Азербайджан, как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией, является заинтересованной стороной в установлении мира и стабильности в регионе. А если этого не произойдет, то в проигрыше в первую очередь окажется Ереван. Переду не Малеева, Сибиси. Эту же тему мы продолжим обсуждать с Ченгизом Мамедовым, независимым экспертом. Он как раз с нами на связи. Господин Мамедов, приветствую. Здравствуйте, я вам спасибо за приглашение. Как известно, Министерство обороны Армении сейчас эту информацию опровергает. Тем не менее, какие стратегические выгоды и вызовы представляют собой военные соглашения, заключаемые государством, особенно в контексте глобальной безопасности. Тем более, что известно, что Армения заключала подобного рода соглашения с Францией, Индией. И вот сейчас речь идет об Иране. Ну, прежде всего, Армения является страной-агрессором. То есть, это страна, которая начала войну с Азербайджаном, которую назвали, так сказать, якобы наглана Карабахским конфликтом, но это была полномасштабная агрессия Армении против Азербайджана. Поэтому в любой такой ситуации вооружение агрессора это всегда момент отрицательный. Это не судит ничего хорошего. Конечно, сопоставление вооруженных сил Армении и Азербайджана явно показывает, что у Армении нет никаких шансов выиграть войну. Но, к сожалению, когда все-таки определенное количество вооружений имеется, у определенной части военного эстенджмента и политического руководства в Армении может появиться желание, скажем так, поиграть в войну. Понимаете? А вдруг, так сказать. Но это не судит ничего хорошего ни самой Армении, ни Азербайджану. Азербайджан будет страдать, потому что в любом случае будут какие-то разрушения, будут ненужные смерти. А для самой Армении это, в общем-то, не судит ничего хорошего. Я думаю, что будет большая трагедия для Армении. Другое дело, конечно, они потом после этого будут опять кричать о геноциде, об этнических числах и все остальное. Но если вот они хотят, чтобы на одной части чаши лесов была, так сказать, пропагандистские козыри, а на другой чаше лесов вопрос будет поставлен на государственность Армении, ну вот пусть поиграют такие игры. Я думаю, что ничего хорошего в этом нет. И, к сожалению, опять мы видим отсутствие суверенности Армении. Она, то, так сказать, устали премьер-министра, они выражают готовность к миру, то, так сказать, усиленно вооружаются. Я думаю, что это ни к чему хорошему в нашем регионе не приведет. Еще примечательно, что советник США по Кавказу Лой Бона прилетел в Ереван и провел переговоры с секретарем армянского совбеза Арменом Григоряном. Можно ли связать этот визит с военным соглашением Армении и Ирана? И в целом, каким договоренностям могут прийти в ходе встречи участники? Я думаю, что они напрямую не связаны. Лой Бона является старшим советником ГОСТЭПа Соединенного Штата Америки по урегулированию на Южном Кавказе. Он совершает такие визиты регулярно. Но обратите внимание, в этот раз пока не говорится о его визите в Азербайджан. Обычно такие визиты бывают двусторонними для того, чтобы следить часы, посмотреть на позиции сторон. Но если односторонний визит, то в этом случае это происходит в двух случаях. Либо что-то договаривается с одной стороны, пока почва готова для того, чтобы поделиться со второй стороной. Либо идут какие-то не очень хорошие, какие-то сепаратные разговоры. Но мне кажется, что в данном случае мы имеем дело со вторым случаем. Что пока что Соединенные Штаты Америки пытаются посмотреть, что можно сделать в ситуации, когда Азербайджан выразил свою четкую позицию. И она заключается в том, чтобы в Конституции Армении были сделаны необходимые изменения, чтобы территориальные претензии к Азербайджану были убраны. И во-вторых, чтобы недействующая, фактически несуществующая минская группа была бы и до июля ликвидирована. Вот здесь обратите внимание, какая нелогичная позиция Армении. Вот начиная с 44-дневной войны, и особенно после однодневной террористической операции, все время вся армянская элита, все эксперты и даже руководство Армении говорят, что Россия предала Армению, что Россия теперь вместе с Турцией и Азербайджаном... Представляете, вот такая маленькая Армения, против нее такие огромные силы, да, водятся Турция, Россия, Азербайджан, да. Что вот Россия теперь на стороне Азербайджана. Ну хорошо, если вы считаете Россию на стороне Азербайджана, она и является членом минской группы. Вот почему бы не ликвидировать ее? Вот такая вот нелогичная, знаете, позиция. Вообще, Илья Архановна, я скажу, что об этом мало говорится, но я хочу, чтобы на это обратили внимание. Мы же победили Армению прежде всего на, скажем так, интеллектуально-эмоциональном уровне. Еще до 44-х дневной войны Азербайджан вроде бы был проигравшей стороной, но вот встречаясь с армянами на разных международных конференциях, ну естественно, за пределами Азербайджана, все время вот я наблюдал интересную картину. Почему азербайджанцы с высоко поднятой головой, вот это очень интересно было, в каких-то дискуссиях, разговорах, они все время, так сказать, вот, не хочу потреблять нехорошие слова, ну вот, ну, потребили, лебезили, подходили там, пытались, вот, ну давайте помиримся. То есть вот это явно, Азербайджан сначала выиграл эту войну на интеллектуально-эмоциональном уровне, потому что мы были правы, и мы знали, что у нас потенциал есть для возвращения своих территорий, восстановления суверенитета. Вот теперь опять мы наблюдаем в позиции Армении отсутствие логики и отсутствие аргумента в разговорах. Они не могут обосновать ни одно из своих положений, в том числе вот по Минской группе. Ну, недовольны вы Россией, вы считаете ее врагом, ну, выведите российские войска со своей территорией. Не можете вывести войска, ну вот можете же обратиться, чтобы Минская группа перестала существовать. Там же ваш враг сидит, который вот является, ну, гораздо сильнее ее влияние на Кавказе, чем Соединенных Штатов Америки и Франции. Ни Соединенные Штаты, ни Франция не имеют войск в Армении, а у России есть войска. Ну, вот есть маленькие учения, символические, которые провели Соединенные Штаты, но это же не военная сила. А Россия имеет конкретную военную базу в Армении. Армянские границы защищают российские войска. Ну, вот обратитесь и ликвидируйте Минскую группу. Не ликвидируйте, значит, опять вы находитесь в интеллектуальном, эмоциональном проигрыше. Я думаю, что это ничего хорошего в Армении не судит. Господин Мамедов, благодарю вас за столь развернутый ответ. Напомню, на связи с нами был Чингиз Мамедов, независимый эксперт, а мы продолжаем выпуск. В Карабах и восточный Хизангизур прибыла очередная группа международных путешественников, 35 человек, членов одного из крупнейших клубов мира, Most Traveled People. И в ходе поездки гости ознакомятся с историческими достопримечательностями и уникальных природой региона, а также с восстановительно-строительными работами, проводимыми после освобождения городов от оккупации. Чуть позже вернемся к этой теме. Укрепление сотрудничества между Азербайджаном и израильскими деловыми кругами обсудили министр экономики Азербайджана Микел Джабаров и генеральный директор Министерства иностранных дел Израиля Яков Блитштейн. Как сообщил соцсети Икс Микел Джабаров, стороны обсудили потенциальные сферы расширения совместной экономической деятельности. В том числе речь шла о реализации совместных инвестиционных проектов с израильскими компаниями и о поощрении сотрудничества в торговой, промышленной, инновационной и цифровой сферах. Увеличение товарооборота сельскохозяйственных продукций между Азербайджаном и Казахстаном эти и другие вопросы взаимодействия двух стран в агропромышленном комплексе были отражены на прошедшем в Баку азербайджанно-казахстанском сельскохозяйственном форуме. Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетом для обоих государств. В связи с этим, стороны заинтересованы в углублении сотрудничества, в частности, реализации общих проектов в сельскохозяйственной сфере. Возможен и совместный экспорт продукции на мировой рынок в форуме приняли участие около 60 представителей частных компаний и государственных концернов. Также в рамках мероприятия состоялись битвы-встречи. Посредством таких мероприятий, как сегодняшнее мероприятие, которое прошло в посольстве, мы хотим придать нашему сотрудничеству в сфере сельского хозяйства новый импульс, потому что Казахстан и Азербайджан – это сельскохозяйственные страны. Нам есть, что предложить и друг другу, и миру. Казахстану, например, интересны фрукты, овощи, орехи из Азербайджана. В Азербайджан наша страна могла бы поставлять зерновую продукцию, масла и так далее. О визите международных путешественников в Карабах расскажет моя коллега Айлада Мамедова в следующем материале. Участники клуба путешественников Most Traveled People совершают четвертую поездку на освобожденные территории Азербайджана. Учредитель и руководитель туристического клуба американский путешественник Чарльз Вилли несколько дней назад также принял участие во втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему разоблачения ложной информации, борьба с дезинформацией. На этом мероприятии он подчеркнул роль международных путешественников в разоблачении фейковых новостей. Это наша четвертая за три года путешествия по Карабаху. Мы наблюдали восстановительные работы в Шуше, в Агдаме, в Лачине, а также в восточном Зангизуре. К примеру, три года назад, когда мы были в Шуше, мы видели разрушенную мечеть, а в этот раз она уже полностью отреставрирована. Три года назад это был пустой город, а в этот раз мы провели целую пресс-конференцию в новом отеле Шуша. То же самое в Физули. Три года назад он был в руинах. Сегодня же это заново отстроенный город. Были построены три аэропорта в Физули, Зангелане и Лачине. Каждый раз мы видим что-то новое, дороги, инфраструктуру. Быстрыми темпами идет процесс разминирования. Все это говорит о решительности Азербайджана, в стремлении восстановить этот регион. За последние четыре года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вилли, станет одиннадцатым по счету. Путешественники поделились впечатлениями о темпах восстановительных работ в регионе. В Азербайджане бывал несколько раз до этого, но в Карабахе впервые, впервые на освобожденных территориях. Давно знаю из истории, что именно город Шуша это культурный центр Азербайджана, который, к сожалению, долгое время находился не под контролем Азербайджана, находился в оккупации. Ну и мы как бы видим последствия этой трагедии азербайджанского народа. Наконец-то это все позади и я вижу сейчас активное восстановление разрушенных домов, разрушенных каких-то мечетей, исторических, культурных памятников. Заминирование здесь вообще очень много, как нам уже рассказали, поставить мину, сама мина стоит там 10 или 20 долларов, а разминировать стоит 800, чуть ли не 1000. И, конечно, это сопряжено с жертвами среди мирного населения, среди населения саперов. Это огромная проблема, особенно если это шалонированная оборона с обоих сторон была, то есть нужно сначала свои разминировать, найти эти карты, где они там были. Ну а у соперника, у противника, как бы нужно ходить и каждый, буквально дюйм, каждый сантиметр просматривать на свой страх и риск. То есть это огромная огромная задача, которая предстоит Азербайджану. Я впечатлена объемами работ, проведенными Азербайджаном в этом регионе. Вы восстанавливаете целые города, строите новые дома, возвращаете сюда его жителей. Это прекрасно. Я уже была в Карабахе в 2022 году, и тогда это все было похоже на руины. Я прибыла в Азербайджан в июле, и поначалу была удивлена столицей Азербайджана – Баку. Мне понравилось то, как в архитектуре соединились старинные здания с футуристическими постройками. Меня удивило то, что, несмотря на большое число людей, города остаются чистыми. Я, безусловно, хотела бы вернуться сюда вновь. Надеюсь, что в скором времени появится канал, благодаря которому жители Филиппин смогли бы легче получать визу в Азербайджан. Пока мы можем делать это лишь через Малайзию. Поездка членов клуба Most Traveled People продлится три дня. Посещение Карабаха началось с Физули. Сегодня международные путешественники совершат прогулку по Ходжавенду, Шуше, Ханкенди и Агдаму, а завтра отправятся в восточный Зангизур. И в последний день посетят Зангилан и Джабраил. Эти поездки имеют исключительное значение для демонстрации мировому сообществу реалий, позволяя ему ознакомиться с огромными разрушениями и масштабными строительно-восстановительными работами, проводимыми на освобожденных территориях. Международные путешественники обладают большой аудиторией подписчиков в социальных сетях из самых разных регионов мира. Турция стремится увеличить число друзей, заявил президент Режеп Тайпердухан на встрече с представителями правящей партии страны. Отметил, что приоритеты Анкары это взаимоуважение и общие интересы. Турецкий лидер также заявил, что выступает против напряженности в отношениях с соседними странами. Турция стремится к дружественным связям и углублению сотрудничества со всеми государствами, в особенности в регионе. Об этом заявил президент Режеп Таип Эрдоган, обращаясь к членам парламентской фракции, правящей партией справедливости и развития в Анкаре. По словам политика, приоритетом Турции в межгосударственных отношениях остаются общность интересов и взаимное уважение. Президент также напомнил, что в последний период Анкара предприняла важные шаги по углублению связей со странами региона и международными структурами. Мы стремимся увеличить число друзей Турции в мире. Добрая воля, решимость и искренность внешней политики Анкары не подлежат сомнению. Турция не отвергает ни одну из протянутых рук. Турция намерена и далее наращивать шаги с целью расширения возможностей для маневрирования в условиях растущих угроз безопасности. Анкара предпринимает значительные шаги для стабилизации ситуации в регионе. Борясь с угрозами со стороны вооружённых группировок и способствует созданию зон мира и процветания. Турция не только заботится о своей национальной безопасности, но и активно содействует укреплению стабильности в соседних странах. Сотрудничество с международными партнёрами и стратегические отношения с такими государствами, как Азербайджан, Украина, Россия и Грузия подчёркивают готовность Анкары работать на благо всего региона и мира в целом. Основной причиной стремления Турции создать зону мира, стабильности и процветания в регионе являются действия вооружённых группировок, нарушающие покой в этих странах. Поэтому Турция хочет стабильности не только для себя, но и для стран региона. В предстоящий период можно ожидать более тесного сближения с Сирией. В настоящее время у Турции есть стратегические отношения с Азербайджаном, Украиной, Россией и Грузией на севере. А также потенциал для сотрудничества с Ираком и Сирией на юге, несмотря на кризисы в области борьбы с терроризмом. Турция активно стремится занять важное место на международной арене, продвигая политику многостороннего сотрудничества и укрепляя свои позиции как надёжного партнёра. Под руководством Реджепа Таипа Эрдогана Анкара целенаправленно работает над созданием мощной сети международных связей, которая будет служить прочным фундаментом для мирного и процветающего будущего. Турецкая дипломатия демонстрирует беспрецедентную решимость и готовность взаимодействовать со всеми странами, вне зависимости от их геополитической позиции. Бриллиант Исламова, Сибиси. Накануне премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху выступил с речью в Конгрессе США. С трибуны американского парламента израильский премьер пообещал освободить всех заложников, раскритиковал Мусс и предложил дерадикализацию палестинцев. Отметим, что выступление израильского премьер-министра проходило на фоне протестов в Вашингтоне. Израильский премьер-министр, совершивший визит в США, выступил в Конгрессе. Нетаньяху призвал к созданию глобального альянса против Ирана и обрушился с критикой на пропалестинских активистов в Вашингтоне, которые протестовали против войны в Газе. Бениамин Нетаньяху выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США в надежде вернуть внимание Вашингтона Ближнему Востоку и заручиться поддержкой войны в Газе. Сегодня мы находимся на перекрёстке истории. Наш мир переживает потрясение. На Ближнем Востоке иранская ось террора противостоит Америке, Израилю и нашим арабским друзьям. Чтобы силы цивилизации восторжествовали, Америка и Израиль должны стоять вместе. Ведь когда мы стоим вместе, происходит нечто очень простое. Мы выигрываем, они проигрывают. Нетаньяху отметил, что военная операция Израиля в секторе Газа может быстро закончиться, если Хамас сдастся, сложит оружие и вернёт заложников. Политик также резко осудил антиизраильские демонстрации и напомнил, что на них сжигают не только израильские, но и американские флаги. Говоря о решении международного суда в Гааге, обвинившего Израиль в намерении создания голода в Газе, премьер подчеркнул, что еврейское государство пропускает в Газу огромное количество продовольствия, но Хамас его расхищает. В ходе своего выступления он также коснулся и вопроса будущего сектора Газа. В Анклаве должно быть гражданское правительство, которым будут управлять палестинцы, не стремящиеся к уничтожению Израиля. Моё видение – это демилитаризованная и дерадикализованная Газа. Наша победа – ваша победа. И победа близка. Дайте нам инструменты для победы быстрее, и мы скорее выполним работу. Я не успокоюсь и не буду молчать, пока все похищенные террористами не вернутся домой. Напомню, что премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху выступил перед американскими законодателями обеих палат Конгресса. Это было четвёртое в его политической карьере выступление в Конгрессе. Израильского премьера приняли в зале аплодисментами, но там было немало пустых мест. Около 50 демократов не пришли. Балифа Бахшеева, Си-Би-Си. В Ужингтоне прошла массовая демонстрация против выступления премьер-министра Израиля Бениамин Нетаньяху в Конгрессе с США. Акции прошли под лозунгом «Арестуйте Нетаньяху» напротив здания Капитолия. Организаторами демонстрации является группа пропалестинских и правозащитных организаций. Среди активных участников протеста также были евреи, которые выступают против политики израильского премьер-министра в отношении Газы. Протестующие хотят призвать к ответственности за происходящее в Газе не только израильские власти Нетаньяху, но и американскую администрацию во главе с Джо Байденом. После выступления хомитингующие добрались до отеля «Уотергейт», в котором он остановился и раскидали там насекомых. Видео опубликовало палестинское движение PYM в социальных сетях. На записях видно, как насекомые ползают по коридорам отеля, а также по столу комнаты, предназначенной для переговоров на фоне флагов Израиля и США. Я здесь с друзьями и семьей, потому что идет уже десятый месяц геноциды палестинского народа. И мы здесь, как и другие, чтобы провести красную черту. И я устала наблюдать на моем телефоне за тем, как геноцид не прекращается. Вот почему я здесь. Все это происходит, потому что не Таньяху здесь. Знаете, нам не всегда выпадает такой шанс. Поэтому пусть он смотрит и видит, что нас много, а он один. Действующий президент США Джо Байден, выступая перед нацией, заявил, что заслуживает второго президентского срока, однако принял решение выйти из гонки ради блага демократии. В ходе обращения американский лидер также поделился планами до окончания срока на посту президента и призвал поддержать вице-президента Камалу Харрис. Передал эстафету молодому поколению. Так президент США Джо Байден объяснил выход из предвыборной гонки, что в жизни общества есть время и место для людей с многолетним опытом, а также для новых голосов. За свои заслуги Байден считает себя достойным второго срока, однако решил поступиться амбициями ради блага демократии. По его мнению, теперь американцы должны сделать свой выбор, а сам он, согласно его заявлению, уже выбрал в качестве кандидата вице-президента Камалу Харрис и призвал поддержать ее. «Это лучший способ объединить нашу страну. Я сделал свой выбор, и я хотел бы поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная и способная. Она была для меня надежным партнером и лидером нашей страны. Теперь выбор за вами, за американским народом». Оставшиеся шесть месяцев в должности президента Байден сфокусируется на проблемах экономики США и защите прав граждан. До конца срока Байден пообещал противостоять России и сделать Североатлантический альянс более мощным и единым, а также продолжать поддержку Украины. Кроме того, президент США рассказал о намерениях в будущем сотрудничать с Белым домом, чтобы повлиять на ситуацию в секторе газа. «Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы прекратить войну в Газе, вернуть домой всех удерживаемых движением Хамас заложников, обеспечить мир и безопасность на Ближнем Востоке и положить конец этой войне. Мы также работаем круглосуточно, чтобы вернуть домой американцев, несправедливо задержанных по всему миру». В свою очередь, обращение президента США Джо Байдена по поводу его выхода из президентской гонки раскритиковал бывший американский лидер Дональд Трамп. Цитата «Речь кривого Байдена в овальном кабинете была едва понятной и очень плохой». Трамп также назвал Байдена жуликоватым, а вице-президента страны и нового кандидата на выборах Камалу Харрис лживый. По его мнению, оба политика являются позором для страны. Микаил Таутиев, CBC В текущем году на уплату процентов по государственному долгу США потребуется 1,140,000,000,000 долларов. Это порядка 76% всех подоходных налогов государства, подсчитал сооснователь криптовалюты Дошкоин Билли Маркус. В ответ на публикацию этих данных в соцсети Икс Илон Маск заявил, кстати говоря, Америка банкротится. Напомним, ранее в мае этого года Маск предрек к обесцениванию доллара в случае, если проблема госдолга США не будет решена. Согласно официальным данным, на начало 2024 года обязательства американских властей превысили 34 триллиона долларов. Только за прошлый год госдолг прибавил более 4 триллионов. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем зависит во многом от экономического состояния США. Три краеугольных аспекта это экономика, это нелегальная эмиграция, это вопрос стремительно изнашивающейся инфраструктуры. Для экономики как Байден, так и Трамп предпринимали определенные усилия. Байден подписал, наверное, самое большое число законопроектов по экономике среди всех президентов США. Это предусматривает вложения и в полупроводниковую индустрию, и в обновление мостов, дорог и прочих объектов инфраструктуры. Следует отметить, что это долгосрочное блажение, и что средний американец почувствует результаты этих инвестиций еще не скоро. 22,3 миллиарда кубометров природного газа добыли в Узбекистане за 6 месяцев текущего года. По данным Национального агентства по статистике страны, это на миллиард 200 миллионов кубометров меньше прошлогоднего показателя, когда было озвучено 23,5 миллиарда кубов голубого газа. В то же время в стране ведутся углубленные исследования новых месторождений. Так, по данным госкомпании Узбекнефтегаз в первом полугодии пробурено 43 скважины. Впервые в истории газодобывающей отрасли страны прокладывается скважина на глубину 5,5-6,5 тысяч метров для изучения газоносности других местностей. Сегодня утром самых загруженных аэропорта Германии во Франкфурте был вынужден временно приостановить полеты. Группа активистов по защите климата заблокировала взлетно-посадочные линия. Для этого надев оранжевые жилеты безопасности и вооружившись платками с надписью «нефть убивают». Они приклеили... Отчитавшись об этой акции в движении «Последнее поколение» заявили также, что сегодня аналогичные нарушения запланированы в ряде стран Европы и Северной Америки. «Последнее поколение» повторило свое требование к правительству ФРГ помочь разработать и подписать глобальные соглашения регулирующие отказ от нефти, газа и угля в 2030 году. Накануне по той же причине прервал работу аэропорт Кёльн-Бонн, шестой по величине в Германии. Аналогичные акции в других европейских аэропортах были пресечены властями. Первое чтение в Госдуме России накануне прошел законопроект о регулировании майнинга криптовалют. Право заниматься майнингом получат только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Исключение составят физические лица, которые не будут превышать установленный властями лимит энергопотребления. Государство сможет запрещать майнинг в отдельных регионах или на территориях. При этом создатели криптовалют должны будут предоставлять проверяющим данные о добытой валюте и ее идентификаторах. И хотя в законопроекте оговаривается возможность продажи цифровой валюты без использования российской инфраструктуры, запрещается организация обращения крипты на территории России, кроме случаев майнинга и распределения в рамках майнинг-пула. В случае окончательного принятия на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами и следите за новостями. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин